Германия. Магдебург. После окончания Второй мировой войны здесь, на тихой улице Клаузенерштрассе, в доме 36, располагалась резиденция военной контрразведки СМЕРШ. Смерть-шпион. О содержимом этих пяти ящиков, зарытых у гаража, знали единицы. Здесь хранилась одна из главных тайн ушедшего века. Это было последнее, седьмое место захоронения человеческих останков, предположительно принадлежавших Адольфу Гитлеру. Официально считается, что он погиб в Берлине 30 апреля 1945 года. Но есть и другие свидетельства. Гитлер якобы тихо скончался где-то в Аргентине спустя почти 20 лет, в 1964 году. Версий невероятных похождений живого трупа множество. В Берлине ожесточенные бои. До капитуляции фашистской Германии остаются считанные часы. Достоверной информации о том, где находятся руководители фашистской Германии, нет. В городе миллионы беженцев. Военные преступники пытаются затеряться среди этой перепуганной толпы. Но здание рейсканцелярии, где может находиться высшее руководство Германии, почему-то не стало главной целью наступления. Все силы брошены на Рейхстаг. Именно над его куполом должно быть поднято знамя победы. Ценою жизни тысяч бойцов. Некоторые сведения о том, что Гитлер находится в бункере рейсканцелярии, у советского командования все же были. Об этом, в частности, сообщил священнослужитель, который должен был принять участие в бракосочетании фюрера. Но были и другие свидетели. Некоторые говорили, что да, Гитлер в Берлине. Другие говорили, что он улетел. Елена Ржевская, участница штурма Берлина, военный переводчик. Сегодня единственный очевидец операции «СМЕРШ» по поиску Гитлера. Мальчишку допрашивала из «Хитлерюгенд». Он сказал, что нам глава «Хитлерюгенд», под чьим, так сказать, командованием, они были брошены на Вильгельмстрассе, на которой выходила как раз имперская канцелярия, вот с парадными дверьми. Сказал, значит, что они защищают фюрера, вот, который находится там внутри. В войсках, штурмовавших центр Берлина, по-прежнему ничего не знают об этом особо важном объекте – рейсканцелярии. Команды атаковать бункер нет. Но почему? Недоработка большая была и в фронтовой разведке, и вот в этих, в армейских штабах, чтобы, так сказать, все-таки твердо знали, что в РС-канцелярии по-прежнему, значит, находится последняя ставка Гитлера. Это последняя ставка Гитлера, фюрер-бункер, под ураганным огнем артиллерии. Красная армия выкуривала из домов отчаянно сопротивлявшиеся остатки СС, Вермахта и Гитлер-Югенда. Сегодня в Берлине о тех событиях 60-летней давности напоминает только небольшой стенд со схемой устройства бункера. На месте бывшей рейсканцелярии у Бранденбургских ворот построен новый микрорайон. Его жители категорически противятся съемкам во дворах. Но история упрямо врывается в нашу жизнь. Под этой парковкой на глубине нескольких метров бетонный фундамент. Это единственное, что осталось от фюрер-бункера, где Гитлер покончил с собой 30 апреля 1945 года. Келлерхоф Феликс, корреспондент газеты «Вельт» в Берлине, автор книги «Мифы фюрер-бункера». Под этой парковкой была жилая комната Гитлера. А там, дальше, за машинами, был запасной выход из бункера. Через него и вытаскивали труп. А потом тела Гитлера и Евы Браун под непрерывным огнем советских войск пронесли вот туда, между зеленым ящиком и фонарем, и сожгли. Гитлер перебрался сюда зимой 1945-го. Это был оборудованный подвал на глубине 9,5 метров, стены толщиной в 2 и мощное перекрытие из бетона в 4,5 метра. Духота была невообразимая. Гитлер запрещал включать вентиляцию. Боялся, что большевики усыпят его с помощью газа, а потом будут показывать в московском зоопарке. А может, не хотел повторить судьбу Муссолини, своего давнего соратника. Уже после расстрела трупы Дучи и его любовницы были повешены партизанами вниз головой. Каждый тогда мечтал поймать Гитлера. Но в войсках такой задачи не ставили. Даже показания пленных, захваченных на одном участке фронта, почему-то не доводились до других частей. Свидетельств с каждым днем становилось все больше. Ночью 1 мая в штаб 1-го Белорусского фронта прибывает парламентер. Он сообщает, что Гитлер покончил с собой. Об этом докладывает Жукову, который тут же перезванивает Сталину. Верховный главнокомандующий бросает в трубку. Доигрался подлец. Жаль, что не удалось взять живым. А где труп? Казалось бы, последней фразы было достаточно, чтобы все силы были брошены на поиски тела Гитлера. Но даже СМЕРШ не получает такого приказа. Контрразведчики действуют на свой страх и риск. Вскоре одна из групп обнаруживает в саду рейсканцелярии полуобгоревшие тела мужчины и женщины. Свидетеля опознали в одном из трупов Геббельса. Геббельс Йозеф Пауль, главный пропагандист Рейха, гауляйтер Берлина, вместе с семьей прибыл в бункер в конце апреля, чтобы разделить судьбу фюрера. Это была первая, можно сказать, удача, потому что еще немного, и, вы знаете, лавина солдат, рвущийся потом в рейсканцелярию, она бы просто не заметила и, может быть, подмяла бы вообще эти трупы. Он, так сказать, почерневший есть, но абсолютно сохранный с точки зрения вот его физиономии, переузнавания на глаз. Узнавался даже по карикату, даже в наших газетах, абсолютно очень выразительно. На нем были, ну, клочья только, потому что в основном, конечно, это было сдалевшее. В бункере обнаруживают тела шести малолетних детей Геббельса. Армейское командование решает выставить труп рейсминистра у входа в полуразрушенный бункер. Его вынесли на улицу на обозрение наших солдат и считалось, что и гражданского населения. Чуть позже новая находка. Прямо у стены обнаружен труп, похожий на Гитлера. Сомнения вызывают заштопанные носки. Ждут советского дипломата, до войны работавшего в Берлине. После осмотра тела тот говорит, можете закопать. Значит, двойник. Некто Густав Веллер. Он был настолько похож на фюрера, что даже вызывал недовольство Гиммлера, который требовал убрать со лба знаменитую чулку. Иначе двойнику грозили бы гестаповские застенки. И все же Веллер время от времени играл роль Гитлера на общественных сборищах, когда это не требовало слов. Значит ли это, что победителей кто-то намеренно уводил в сторону? И мертвые двойники — лишь часть операции прикрытия, чтобы либо спрятать от русских настоящий трупфюрера, либо дать уйти живому Гитлеру по заранее подготовленным каналам. Гипотетически предположить возникновение ситуации, что существовал специально разработанный план побега Гитлера с участием двойников, с участием специальной сети для ухода за рубеж. В принципе, его принять можно. Константин Залецкий — независимый эксперт. Автор книг по истории гитлеровской Германии, в том числе пятитомной энциклопедии Третьего Рейха. В принципе, разработать подобную операцию спецслужбы Германии вполне могли. И договориться, чтобы существовал некий заговор молчания вокруг ситуации со смертью Гитлера — это вполне возможно. В середине апреля в бункер приезжает Ева Браун. Она заявляет, что останется здесь до конца и разделит с фюрером его судьбу. Через две недели они поженятся. Правда, все будет очень скромно. Ни венчания, ни фаты, ни свадебного платья. Чиновник из городской управы задаст традиционный вопрос о расовой чистоте. Затем бокал другой шампанского с секретаршами. Потом, под грохот артиллерийской канонады, Гитлер удалится диктовать свои завещания. Гитлер познакомился с юной выпускницей монастырской школы в начале 30-х. О существовании Фройлен Браун знал лишь очень узкий круг приближенных. Окружающие посмеивались над ее страстью к голливудским фильмам. А ее не интересовало ни их мнение, ни то, чем занимался ее возлюбленный. В своем дневнике она писала, «Я нужна ему только для вполне определенных целей. По-другому это и не может быть». Впрочем, Гитлер был по-своему привязан к ней. Вероятно, белокурая, светлоглазая Ева соответствовала его идеалу немецкой девушки, что не мешало вождю нации заводить мимолетные романы с другими женщинами. Узнав об этом, Ева дважды пыталась покончить с собой. Но вернемся в май 45-го. Пока все суетились вокруг тела двойника, боец из группы подполковника Клименко спрыгнул в воронку у выхода из бункера. Он заметил тело, присыпанное землей. Когда они выкопали там трупы, значит, ну, Гитлер, и я его брал. Иван Клименко, начальник отдела СМЕРШ 3-й ударной армии. В начале мая 45-го года обеспечивал поиск тел лидеров Рейха. Умер в Одессе в 1999-м году. Причем овчарка его, овчарка там. Вот. И щенок Евы Браун. Так чьи это тела? Евы Браун? Адольфа Гитлера? Труп двойника снимает прибывшая группа военных операторов. Этот эпизод позднее войдет в фильм «Хроника без сенсаций». Клименко, занятый на съемках, велит присыпать воронку землей. На следующее утро вместе с бойцами Клименко возвращается к месту захоронения. Но доступ к бункеру закрыт. Ночью сменилась охрана. Теперь здесь соседи, солдаты 5-й армии. Часовым непонятно стремление чужого подполковника проникнуть к охраняемому объекту. Проводилось уже секретное. Потому что территория, там уже батальон, говорят, стоял в охране 5-й армии. Но я понимал, что если сказать 5-й армии, допустим, код разведки, значит, они это... Ну, а раз мы начали, так и хотелось, то больше у нас и оснований-то не было. Так это, говорят, чутье какое-то. Вот. Мало ли этих трупов валялось и так далее. Заместитель Клименко организовал перенос их через забор этого сада. Там поджидала машина, их положили в ящики. Секретный груз бойцы Клименко привозят к себе в часть. Нужны свидетели, которые опознают тела. И тут к нему приводят высокорослого эсэсовца. Когда завели ко мне дом в Верзилу по фамилии Менгескаузен, ну, я стал его допрашивать. Он был в часовом голубой столовой. Значит, видел, как адъютанты вынесли Гитлера, Еву Браун, облили бензином, подожгли, и те зарыли. То есть, все это он сам был виден. В бункер отправляются представители военной контрразведки. Но они почему-то документально не фиксируют результаты осмотра кабинета Гитлера со следами крови на диване и стенах. Зато эти следы видели и даже фотографировали союзники, офицеры разведки и журналисты. Только спустя год новая комиссия возьмет все необходимые образцы. Соскобы крови со стен и мебели, а также фрагменты обшивки дивана, на котором якобы застрелился или застрелили Гитлера. Историю с этой кровью, я повторяю, очень противоречиво. Значит, профессор Семеновский, виднейший советский специалист в области криминалистики, который занимался этим вопросом в 1946 году, сделал экспресс-анализ этой субстанции, пришел к выводу, что это кровь. Леон Арбатский, исследователь истории гитлеровской Германии, автор книги «Последняя тайна Третьего Рейха» Гитлер Капут. На выставке «Крах Третьего Рейха» в Государственном архиве, который был в 2000 году выставка, там было экспонировано заключение Московской криминалистической лаборатории, куда были присланы большие фрагменты этого дивана, обивки, они тоже были представлены на выставке, эти фрагменты дивана. И там пришли к выводу, что это не кровь, а какая-то субстанция, имитирующая кровь. Но почему-то на выставке этот документ провисел всего несколько дней, потом исчез. В последний раз Гитлер поднялся на поверхность 20 апреля, в день своего рождения. Рейсканцлер награждал подростков из Гитлерюгенда. Он посылал мальчишек, вооруженных фаустпатронами, под танки, надеясь на чудо. Здесь Гитлера уже трудно узнать. В свой 56-й день рождения он выглядит как глубокий старик. Об этом же говорит и этот пленный немецкий офицер, который близко видел фюрера в эти дни. До этого я видел фюрера год тому назад. Я был потрясен, увидев его сейчас. Это была развалина. Он сидел совершенно раздавленный в своем кресле. Его руки свисали вот так над картой. Он говорил тихим, еле слышным голосом, временами запинаясь. Это был конченый человек. Окружение Гитлера замечает, все чаще с ним случаются нервные припадки. У него меняется почерк. На документах приходится ставить его фоксимильную подпись. Фюрера подменили, бросает одна из его секретарш. Гитлера склоняют к тому, чтобы он покинул Берлин. Еще можно улететь на самолете в Альпы. Но фюрер заявляет, что пустит себе пулю в лоб, как подобает воину, попавшему в окружение. Одновременно он ищет пути счастливого избавления от смерти, чтобы безо всякого шума незаметно исчезнуть. Через посредников лидеры Рейха даже готовы обсуждать такие возможности со Сталиным. Бред и все же. Но лично он договариваться не мог. Это он понимал. Знал, что Сталин его ненавидит. Система отношений была такова, что пока он жив, никаких переговоров со Сталином быть не могло. После же его ухода это было, в принципе, возможно, как не считали немцы. Абсурд. Сталин вряд ли бы пошел на такой сговор со своим врагом. И это понимали в Берлине. Поэтому готовили другие запасные сценарии. Доверив двойнику играть собственную роль перед обитателями бункера, Гитлер должен был спрятаться в ожидании развязки. Затем двойника должны были устранить и сделать так, чтобы его тело обязательно нашли. А Гитлер благополучно исчезает. Возможно, первой частью этого плана была операция «Сераль». Штаб фюрера на десяти самолетах вылетел в Баварию. Сюда же отступили наиболее боеспособные части вермахта и СС. Вывезены документы и ценности партии. В распоряжении союзников несколько томов документов попало немецких по организации перехода в подполье после поражения. Там был целый ряд мероприятий, очень широких намечен. Мы знаем о том, что большая часть из них была даже осуществлена. И не может быть, чтобы в ряду таких мероприятий не было предусмотрено операция прикрытия эвакуации Гитлера. Переброска в Баварию, переговоры о перемирии с западными союзниками и уход в подполье все это входило в план мероприятий на случай поражения в войне. Один из сценариев был предусмотрен секретным планом «Шлюз». Под прикрытием католической церкви создавалась так называемая «Крысиная тропа», по которой нацистские лидеры должны были уходить через Италию, Австрию или Швейцарию в третьи страны. К слову, немецкая колония в Испании увеличилась в это время на 5000 человек. Рейхсбанк переводил свои активы в Швейцарию и Аргентину на секретные счета. По личному распоряжению Гитлера изготовлены два самолета с дальностью полета 8000 километров. Достаточно для броска через Атлантику. Командирам элитных экипажей субмарин была дана команда быть готовыми к эвакуации из Гамбурга членов правительства и лидеров партии возможно в Японию или Латинскую Америку. Вскрытие тел членов семьи Геббельса, а также предположительно Гитлера и Евы Браун было поручено подполковнику медслужбы Фаусту Шкаравскому. Фауст Шкаравский. В конце войны главный судебно-медицинский эксперт Первого Белорусского фронта. Но тела для экспертизы ему не выдают. Хотя на руках у подполковника мандат военцовета фронта. СМЕР заявляет, что у них своя работа и в услугах экспертов здесь не нуждаются. Контрразведчики, судя по всему, ждут указаний сверху. После трех дней ожидания Шкаравскому и его группе все же разрешают произвести экспертизу тел семьи Геббельса. Ее результаты дают основания считать, что и взрослые, и дети погибли в результате отравления ядом. Они совпадают с выводами офицеров СМЕРШ. Впоследствии на допросе врач рейхсканцелярии Хельмут Кунц рассказал, что в ночь на 1 мая его попросила зайти Магда Геббельс. Она сообщила Кунцу, что они с мужем последуют примеру читы Гитлеров, но хотят, чтобы их дети покинули этот мир первыми и без страданиями. Она вручила ему шприц, наполненный морфием. Детям объяснили, что скоро их вывезут из Берлина. А чтобы в самолете не укачало, необходимо сделать укол. Старшие, как будто бы почувствовав беду, заупрямились, но их успокоили, и вскоре дети уснули. Тогда Магда Геббельс положила в рот каждому раздавленную ампулу с ядом. Еще через полчаса она сказала мужу, с детьми покончено, теперь пора подумать о себе. Дети выглядели совершенно живыми. Это вообще совершенно особое чувство. Свойство, оказывается, вот этой самой синильной кислоты. Они, у них были розовые щеки. Это, понимаете, было даже какое-то ошеломляющее такое ощущение, очень тревожное, нелегкое. Самоубийство супругов Геббельс тоже может объясняться разными версиями. Оба они были фанатично преданы фюреру и решили таким образом пойти с ним до конца. А может, все же и гибель и смерть шестерых маленьких детей стали частью той самой операции прикрытия? Шкаравский провел экспертизу предположительно тел Гитлера и Евы Браун. И сделал вывод, они отравились цианистым калием, о чем свидетельствует запах горького миндаля. Вместе с тем фронтовая лаборатория не смогла определить наличие цианидов. Упоминание об этом акте экспертизы есть перечни документов, отправленных в Москву. Но сам акт таинственно исчез. Скорее всего, Шкаравский подумал о том, что цианиды легко разлагаются под влиянием температуры и что это эффект просто температуры. Виктор Звягин профессор, один из руководителей российского центра судебно-медицинской экспертизы, специалист в области идентификации личности. А он ориентировался прежде всего на осколки тонкостенной ампулы примерно такой же величины, такой же толщины, как и ампулы, которые были обнаружены во рту у Магды Геббельс, у детей. Похоже, выводы экспертов подкорректировали в соответствии с желаемой версией, объяснив, что Гитлер не должен был застрелиться, как подобает офицеру, а отравился или был отравлен, как крыса. Там была дана, как я себе представляю, четкая установка, что это Гитлер, что он отравился, поэтому никаких претензий, конечно, нельзя предъявлять к тем врачам, которые проводили эту экспертизу. Ну и кроме того, им очень хотелось, наверное, чтобы это был Гитлер. В то же время комиссия, проводившая вскрытие, зафиксировала факт проникающих осколочных ранений в область сердца и легких Евы Браун. Доказано, что эти ранения получены при жизни и носили смертельный характер. Следовательно, отравили уже убитую женщину, что тоже плохо зачитается с общепринятой версией. Ранение Евы Браун один из самых таинственных моментов драмы, разыгравшейся в бункере. Он нарушает всю стройную картину происшедшего. У меня нет версии на этот счет, и я не знаю сколь-либо научно подтвержденной версии. Следующая загадка. У трупа женщины, который вскрывал патолого-анатом Шкаравский, было всего 11 своих, да и то пораженных кариесом зубов. А Ева Браун была женщиной холеной, молодой, тщательно следившей за своим здоровьем. Что касается Евы Брауна, то, на мой взгляд, совершенно очевидно, что здесь была произведена подмена. Лично я считаю, что если уж подменили Еву и спасли Еву Браун, которая никогда особого значения, так сказать, в окружении Гитлера не играла особой роли, то уж самого-то фюрера наверняка спасли. С Гитлером остаются 17 человек его окружения, 70 человек личной охраны и отряд эсэсовцев. В Берлин прилетает лётчица Асханна Райч и её друг, генерал-полковник авиации фон Грейм. Райч Ханна, пилот-испытатель, эксперт по авиационным исследованиям, кавалер Железного Креста, обладатель почётного титула лётчик-капитан. Под ураганным огнём советских зениток Райч сажает подбитый самолёт на одну из площадей близ Рейхсканцелярии, а через несколько дней улетает на другой машине, также искусно подняв её в воздух под бешеным огнём. Возможно, оставив двойника в бункере, Гитлер улетел вместе с ней. Центральная часть Берлина, Тиргартен, ещё не была захвачена советскими войсками. В разрушенном городе в те дни некоторым лётчикам удавалось садиться и взлетать прямо с улиц. Есть подтверждение наблюдателей, что в это время, что 30 апреля, лёгкий самолёт покинул горящий Берлин. Есть сообщение, что из Гамбурга ушла подводная лодка с неизвестными, с неопознанными лицами на борту, и, возможно, среди этих лиц была одна женщина. Шкаравский продолжает экспертизу. У предполагаемого трупа Гитлера не было части черепа и большей части одной ноги. Кроме того, отмечались множественные трещины в области носа, словно кто-то бил его перед смертью. Ну, потом внешний всмотр. Значит, ну, у Гитлера оказалось одного яйца. Ну, как будто бы так, в период Первой империстической войны он был ранен, и он, как мужчина, был не совсем полноценный. Во время Первой мировой войны Гитлер неоднократно проходил медицинские комиссии и лежал в госпитале. Позже регулярно подвергался медицинским обследованием. Но нигде нет даже намека на этот дефект. Это и наводит на мысль о том, что труп Гитлера подменили, так же, как и труп Евы Браун. Анатомический дефект Гитлера и прижизненное ранение Евы достаточно веские аргументы в пользу того, что экспертиза исследовала тела других людей. Итак, Шкаравский пришел к выводу, что Ева Браун и Гитлер погибли от яда. Но теперь стояла другая задача идентифицировать трупы по зубам и зубным протезам. Он ставит перед СМЕРШ задачу найти стоматологов Гитлера. Быстро удается установить имя и адрес профессора Блажки, зубного врача Гитлера. Но Блажки нет в Берлине. В городе осталась только его ассистентка фрау Хойзерман. Ева 36 лет стройная, высокая, она с повязанной платочком головой, так, подвязанной под подбородком. Вот. И увидев она прямо вышла так, что я сижу сбоку, меня не видно, а Горбушин она увидела военного. И когда увидела, она заплакала. Она заплакала, у нее были основания, так сказать, она пострадала уже от военных, и у нее были основания, так сказать, опасаться. Хойзерман подтверждает, что постоянно ассистировал Блажки, когда тот принимал высокопоставленных пациентов. И с уверенностью опознает зубы и протезы, если ей их предъявят. Уже к вечеру того же дня процедура опознания завершена. Это трупы Гитлера и Евы Брау. У Хойзерман в этом нет никаких сомнений. Она находит массу деталей, по которым специалист отличает зубы одного человека от зубов другого. Затем Хойзерман вместе с контрразведчиками направляется к зубному технику фрицу Эхтману. Он делал протезы для Гитлера. Челюсти его подтверждали, что это труп Гитлера. И Евы Браун еще дал технику показаний такое, что он приготовил зуб ей такой, который он никогда не делал ни до, ни после, с каким-то особым крючком. Но контрразведчикам нужно документальное подтверждение. Хойзерман вспоминает, что в здании рейсканцелярии у профессора Блажки был маленький кабинет, и там должны оставаться стоматологические карты Гитлера. Нужные документы оказались на месте. Мрак полнейший, потому что там электричество давно было перерезано. Это еще в пору боев под ногами вообще стекло и лужи натекшие откуда-то и все, и дышать нечем, не работает вентиляция. Мы прошли мимо рубки, из которой, как она сказала, вот отсюда Геббельс выступал до последнего дня. После показаний Хойзерман проблема идентификации с точки зрения экспертов была решена. Правда, кто-то считает, что она была участницей игры немецких спецслужб по дезинформации союзников. Другие уверяют, что наоборот, помогла советским органам выстроить необходимую им версию самоубийства Гитлера. Так или иначе, именно на ее показаниях основывались выводы всех комиссий, расследовавших события апреля-мая 1945 года. Хойзерман провела в советских тюрьмах почти 10 лет. Но ей повезло, она выжила и вернулась в Германию, где и отказалась от своих показаний, заявив, что не уверена в том, что опознанные ею зубы и челюсти принадлежали Гитлеру. Контрразведчиков предупредили, что вот-вот последуют важные решения по итогам расследования. В Москву вызван полковник Горбушин, начальник отдела СМЕРШ Третьей ударной армии для личного доклада Сталина. Но вместо Сталина с Горбушиным встречается руководитель СМЕРШ Абакумов. Вели ему возвращаться в Берлин и молчать. Отныне за разглашение обстоятельств смерти Гитлера полагалось 12 лет. После анализа всей информации обстоятельства последних часов жизни Гитлера представляются так. Накануне самоубийства он принял медперсонал лазарета рейс-канцелярии и вручил награды. Затем продиктовал окончательный вариант двух завещаний политического и личного. По распоряжению фюрера отравлена его любимая овчарка Блонди. Видимо, он боялся, что собака попадет в руки победителем, а может хотел проверить действие яда. Гитлер дает инструкции относительно своих последних минут коммердинеру и адъютанту. Личному шоферу приказано доставить ко входу 10 канистр с бензином. Затем фюрер молча пожимает руки всем оставшимся в бункере и вместе с Евой удаляется в кабинет. В бункере ждут развязки. И тут начинается самое непонятное. Одни свидетели слышали выстрел, другие нет. Кто-то ощущал запах горького миндаля. Большинство его не заметило. Дальше больше. Одни утверждали, что выстрел произведен в рот, другие в висок. То Гитлер стрелял левой рукой, то правой. Никто не нашел или не искал пули и гильзы. А заплаканный коммердинер Линге подтверждал, что выполнил последнюю волю шефа. Появился повод говорить о контрольном выстреле. Фюрер не был уверен, что сможет совершить самоубийство. И ему нужен был помощник. А может быть, Линге застрелил двойника? Если была действительно такая операция прикрытия, то весь ближний круг Гитлера, конечно же, принимал участие в этом заговоре. Конечно, они были в курсе дела, конечно, они были людьми лично преданными Гитлеру. Они остались рискуя жизни в Берлине, хотя имели полную возможность эвакуироваться, им была такая возможность предоставлена всем. Гитлер на усмотрение каждого предложил оставаться с ним или уезжать, и они остались. Основные свидетели отсидели в советских лагерях по 10 лет. Но дознаватели так и не смогли свести воедино их показания. Или складывающаяся картина не устраивала кого-то на самом верху. Бывший коммердинер Гитлера после одного из допросов якобы сказался камернику. Правду знали только я и Борман. Бормана нет, а я им ничего не сказал. И хотя трудно поверить в такую грандиозную отрежиссированную и слаженную ложь большого числа людей, исключать эту версию нельзя. Тем временем Берия ставит под сомнение результаты расследования военных контрразведчиков. И в 46-м уже НКВД открывает дело под кодовым названием МИФ. Группа сотрудников отправляется в Берлин. Но СМЕРШ, на территории которого захоронены тела, разрешение на эксгумацию не дает. И все же комиссия находит недостающий фрагмент черепа предполагаемого трупа Гитлера с выходным пулевым отверстием. Причем в той самой воронке, где год назад сотрудники Клименко его просто не заметили. Так может быть эту улику подбросили? Надо доказать, что фрагмент свода черепа, который хранится в Цгаре, может действительно принадлежать Гитлеру. Это нужно проводить исследование. Но исследование не столько вот этого фрагмента черепа, сколько сравнительное исследование прижизненных рентгенограмм Гитлера, которые ему были сделаны в 1944 году после покушения. с теми протезами зубов, которых родятся в наших архивах. Вот это даст возможность стопроцентной гарантии решения задачи. И тогда будет поставлена точка. В 1945 году Сталин неоднократно заявлял, что о судьбе Гитлера ему ничего не известно. Если Сталин уже принял для себя решение, что Гитлер скорее всего скрылся, то и советские спецслужбы, которые вели расследование, естественно, была комиссия по расследованию, она тоже не особо копала и искала доказательств того, что Гитлер все-таки покончил с собой. Он не верил или делал вид, что не верит в смерть своего врага, который был хитер и коварен. Уже 2 мая ТАСС назвал сообщение о смерти Гитлера трюком. К концу мая Сталин знал первые результаты расследования. Тем не менее, в беседе со специальным послом президента США Гопкинсом советский лидер говорит, что Борман вероятно вывез Гитлера в Японию. Озвучивать сталинский пессимизм пришлось и маршалу Жукову. На пресс-конференции он заявил иностранным корреспондентам не могу сказать ничего определенного опознанного трупа Гитлера у нас нет. Ни Сталин ни Берия не сочли нужным сообщить ему другую информацию. Жуков до самой смерти переживал роль, которую ему отвел Сталин. Он все время возвращался к тому, что ну как это могло быть, я был так близок со Сталином значит как никто я раз сто с ним обедал когда он болен был у него на даче работал и так далее в общем он как-то не мог с этим примириться. Мировая печать призывает искать Гитлера в районах занятых союзниками поскольку Жуков отрицает что фюрер или его тело находится у русских. В Потсдаме Сталин заявил что глава рейха скрывается то ли в Испании то ли в Аргентине. Именно Латинская Америка была всегда под очень пристальным вниманием лидеров нацистской партии потому что там можно в принципе спрятать все что угодно. Огромные территории где вполне возможно создание вот именно таких закрытых площадей закрытых фазент обнесенных колючей проволоки это ни у кого не может вызывать как бы даже вопросов. Понять логику Сталина трудно. Может он хотел сохранить Гитлера виртуально живым чтобы пугать мир реставрации нацизма. А может ему претила мысль что лидера нации пусть даже законченного мерзавца можно пристрелить бросить в яму и сжечь. С нашей стороны конечно ужасная преступная ошибка. Я считаю сейчас что мы не использовали факт смерти Гитлера как факт окончания войны настоящее окончание войны. Лев Безыменский фронтовой офицер-разведчик автор книг по истории Второй мировой войны в том числе операция миф или сколько раз хранили Гитлера. А мы что-то крутили ее телем. Линия Сталина и нестыковки в расследовании обстоятельств смерти Гитлера порождали слухи о его судьбе. Впереди было послевоенное восстановление Германии. Мертвый Гитлер брал на себя все грехи прошлого. А будущее можно было начинать с чистого листа. На процессе в Нюрнберге о том жив Гитлер или нет много не говорили. КГБ вообще не знали что с ним делать. Единственное было точно было ясно что это будет решать сам Сталин. Если Гитлера взять живым не удалось мертвым он Сталину был неинтересен. Советский Союз засекретил всю информацию по поводу смерти Гитлера. А это при том что именно мы получили тот труп те останки которые в данный момент считаются останками Гитлера. Мы полностью засекретили не давали доступа к информации. Плюс заявления официальных властей постоянно в первые годы в 40-е годы они указывали на то что наше руководство не приняло окончательного решения о том жив Гитлер или мертв. До сих пор единственным официальным документом о смерти Гитлера является решение Баварского суда. Сестра Гитлера и некоторые другие лица заявили о своих правах на наследство. По немецким законам человека можно признать мертвым через 10 лет после его исчезновения. Суд допросил нескольких свидетелей и в октябре 1956 года признал Гитлера умершим с формулировкой «ушел из дома и не вернулся». У нас в архиве есть только решение этого суда со всеми показаниями свидетелей. Лангхайт Клаус заместитель директора архива Мюнхенского института современной истории. Возможно существуют какие-то новые документы уточняющие эту картину. Они возможно складываются в мозаику, но не исключают противоречий в свидетельских показаниях. До недавнего времени вероятно еще была надежда получить данные о справедливости той или иной версии и поставить точку во всех спорах по поводу гибели или бегства Гитлера. Когда стал приближаться срок перспективный срок вывода наших войск задолго до этого естественно у меня был большой разговор с Юрием Владимировичем Андроповым. Сергей Кондрашов генерал-лейтенант в отставке занимал руководящие должности в КГБ в том числе заместителя начальника внешней разведки. Я сказал, что Юрий Владимирович мы не должны забыть про вот такое захоронение. Он говорит, слушай, так нужно же уничтожить это дело раз и навсегда. Вот была реакция Юрия Владимировича Андропову. Летом 70-го года председатель КГБ Юрий Андропов пишет письмо в Политбюро. Сохранение предполагаемых останков Гитлера даст повод для спекуляций и ажиотажа. Вскоре последовал ответ согласиться и три подписи Брежнев, Косыгин, Подгорный. КГБ приступает к операции архив. В резиденции военной контрразведки ящики были вскрыты, а их содержимое уничтожено путем измельчения и сожжения на костре. Так говорится в акте, написанном от руки. Пепел рассеян над одним из притоков Эльбы. Вместе с останками Гитлера уничтожены останки Евы Браун и членов семьи Геббельсов. Возможно, Андропов таким образом хотел прекратить все домыслы о подлинности останков Гитлера. В 70-м году наука стояла на пороге разработки методики проведения анализа ДНК. Известно место захоронения родной сестры Гитлера-Паулы. Если на сохраненных зубных протезах Гитлера осталась костная ткань, можно провести сравнительный анализ ДНК. И это могло обернуться сенсацией. Но за 60 лет никто не использовал возможность проведения такого анализа. По большому счету проблемой идентификации останков после 46-го года вообще никто не занимался. Я несколько раз писал об этом, в том числе в 94-м году. Но какого-то ответного шага не последовало. В 38-м Гитлер отдал распоряжение о строительстве в австрийском городе Линц гигантской усыпальнице вождей Рейха. Золотую гробницу фюрера предполагалось украсить уральскими самоцветами. Но в 45-м все обернулось по-другому. Финал состоялся в тесном душном бункере, пропавшим запахом солярки и солдатских сапог. Тень Гитлера время от времени возвращается. И, наверное, будет возвращаться до тех пор, пока не проведут все доступные современные науки исследования и не рассекретят документы из архивов спецслужб по обе стороны Атлантического океана. Тогда, может, и будет поставлена точка в истории невероятных похождений трупа Гитлера. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...